В Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Эпицентр бури 17 марта пройдет через КСК М1-арену. Международный турнир ММА «Шторм на Неве». Команда НВП «Файтинг» выступит против профессиональных бойцов школы «Шторм» легендарного Александра Шлеменко. 12 поединков. Сильнейшие бойцы Омска и Петербурга. Звездные гости и невероятное шоу. Международный турнир ММА «Шторм на Неве». 17 марта. КСК М1-арена. Подробности на сайте kassir.ru при поддержке «Пидер.ФМ». Друзья мои, сегодня в гостях на канале «Генетика» Сергей Козлов. Это человек, которого вы не так знаете хорошо лично, но каждый уже услышал о прогремевшей аббревиатуре МВПА. Норд и Вест. Пауэр Альянс. Северо-западный силовой альянс. И мы собрались сегодня в первую очередь, чтобы вас пригласить на мероприятие. 17 марта в городе Санкт-Петербург. Пройдет турнир по ММА. Совместно с Александром Шлеменко. Называться он будет «Шторм на Неве». Команда ANWPA Fighting сойдется, я надеюсь, в достаточно конкурентном сопротивлении. Это будет пять наших бойцов, лучших из Санкт-Петербурга. В том числе, кстати, немного рекламы. Некоторые из них представляют «Спортлайф». А двое, называемые бойцов, смотрят их поклонники. Резван Абуев будет драться. Курбан Чукуев. Значит, главный бой вечера Александр Подмарев. Это один из лучших, подающих надежды. Это боец школы «Шторм». Против него будет Дорбек Исаков. Бица в свое время это человек, который даже потренировал дацико. И заявляет о том, что он даст хороший бой в тяжелом весе. Посмотрим. Ничего не могу прогнозировать насчет боев, потому что там дело случая. Лаки-панча и все остальное. Но я могу сказать, что соперники очень серьезные. Уровень бойцов очень серьезный. Также будет андеркард. Там еще будет семь боев. То есть всего гостей ожидает 12 боев. Причем я могу сказать сейчас, что в андеркард пацаны сами заявляются такого класса, что это там и в мейн-карде было бы неплохо. Могли бы, да? Могли бы, да. Но, к сожалению, как ты правильно заметил, мы организация, которую еще мало знают. Но я уверен, в том числе и при помощи таких коллабораций, которые мы с тобой совместно делаем, я много с кем сотрудничаю, а нас узнают еще больше. И бои будут гораздо чаще проводиться. И может быть мы еще раз вернемся к бибилотам. Было бы здорово. В бибилотам мы еще вернемся сегодня обязательно. Ребята, кстати, немаловажно, в Тинькофф-арене будет проходить мероприятие. Небольшая поправка. Теперь это не Тинькофф-арена, это КСК-арена. Новые собственники данного помещения теперь просят не упоминать о Тинькофф-арене. Видимо, это связано... А скверс, как это расшифровывается? Я думаю, что это какой-то концертно-спортивный комплекс. Да, логично. Ну, это не логично, что ты же. Да. Блестяще. Ну... Ладно, КСК-арена. А название-то есть какое-то теперь? Да. Арена-арена? Арена. Ночному клубу. Ночной клуб требуется директор по рекламе. Ну, да, да, да. То есть, ну, я в любом случае считаю, что место это, ну, сама вот эта КСК-арена. Площадка топовая. Площадка топовая. И вот конкретно под это мероприятие, как ты помнишь, в прошлый раз мы проводили все это в юбилейном. Ну, там и размах был чуть побольше, и дисциплин гораздо больше, то есть, это акцентированная площадка под именно проведение боев. Мы первый раз там проводим, хочу попробовать посмотреть, то есть, это, ну, ты же знаешь наши амбиции, то есть, это следующий турнир будет, как минимум, в Ледовом. Раскрою небольшой секрет, то есть, ну, свою мечту хочу поделиться со всеми. Всем хорошо известный спортивно-концертный комплекс СКК, который на парке Победы. Я надеюсь, его когда-то уже достроят, ведут в эксплуатацию. Да, то есть, это с этого, с этого, с СКК вообще, в принципе, началась моя карьера в бодибилдинге. Я там тренировался в клубе Геркулеса, да, поэтому вот у меня есть мечта провести, я думаю, там будет достаточно большое количество посадочных мест, и мы когда-нибудь там проведем фестиваль, мультиспортивный фестиваль, который соберет реально тут полгорода, чтобы вообще... А пол России? Пол России, хорошо. Ну, надо как бы так. Ты же, амбициозные планы? Ну, пол России, видишь, это... И пол той Европы, которая станет Россией. Ну, чтобы без виз ребятам удобно было. Да, да, да. Я, кстати, да, я очень хочу, чтобы... Международный. Естественно, международный. Только международный. Отдельный привет Кьютсу Денису, Денчику. Мы идем. Тут, видишь, во многом, я думаю, ты тоже показал уровень и где-то замотивировал людей делать уровень. Слушай, я встречался с ним... Мы летим? Да, конечно. С Сибирь? Конечно. Конечно, обязательно. Ждите у вас еще там, друзья мои. Да. Я же летал к нему в Красноярск. Специально снимали подкаст с ним. Понравилось мне все. Здорово в Красноярске. То есть я посмотрел, он провел небольшую экскурсию, как он это делает. Я никогда не был на Сибири. Пока не стал заниматься продвижением ивентов вообще в принципе. Ну, я могу сказать то, что... То, что я увидел, я пообщался с ним. Он, конечно, фанатик, он сумасшедший. Ну, реально. Максимально причем. Максимально, да. То есть в хорошем смысле слова, естественно, ни в коем случае Дениса не обидите. Нет, я думаю, просто понимаю. Будут все фанаты. И он делает реально очень крутую штуку. Но я могу сказать, пообщавшись с ним, я понимаю, что вот если бы он был жал в Питере, либо в Москве, он бы такого не сделал. Вот я уверен, вот это он конкретно занимает свое место вот в Красноярске. То есть это и вдвойне приятно и вдвойне ценно, что он, находясь там в центре России, вообще далеко от мегаполиса, все остальное собирает такое количество посетителей. Однозначно. Умрет все. Мы все в одной очень жесткой сцепке. Мы вас очень ценим, очень уважаем. И каждый делает ту часть своей работы, чтобы максимально поддержать другого. Безусловно. Ну что ж, мы ждем интересные бои. Очень много моих друзей планируют. Я, ну, не значит, я так уже говорил ребятам, знаете, будут бои нестили поясинки. А мы идем. Ну да, круто, ладно. Вот. Но у меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Он такой для многих ребят, именно в бодибилдинге он стал, честно скажу, болезненным. Очень многие топы, прям конкретно лучшие спортсмены страны готовились на этот весенний сезон с мыслями о том, что они смогут собрать хороший куш на турнире НВПА, на Сибири. Там, на Купке Питера, России. И выпадает НВПА. Хотя настолько громко, ярко это было. Ребят, мы видели мой репортаж. Вот там, где были ребята наряженные, там, Ведьмак, мускулистый и все остальные, где было куча видов спорта. Да, то есть куча видов спорта была. В этом сезоне НВПА не будет. Для меня это было неожиданностью об этом узнать. Как так вышло? Тебе не понравилось? Нет. Мне более чем понравилось. Мы не получили достаточного отклика, но мы понимаем, по какой причине мы новички в этом деле. То есть, с технической точки зрения, я считаю, что было проведено, были привлечены лучшие специалисты этого города. Мы не жалели денег на картинки. Ты конкретно минуснул, так я знаю. Да, да, я минуснул, но поверь мне это, я бизнесмен, и я тебе могу сказать, что вот на протяжении следующего года я плюсанул и отбил все, что это. Благодаря тем связям, которые я наработал, благодаря в том числе турниру, я плюсанул, я все отбил деньги, то есть еще и заработал. Благие дела вознаграждаются? Сто процентов. Ты же тоже так же, я уверен, с годами начинаешь верить в карму. С годами, да. Да, то есть мы в молодости жили на... На жили-были. На жили-были, да. Как будет, так будет. Сейчас нет. Две причины. Две причины. Первая причина у меня, чисто на моральном уровне, сейчас идет специальная военная операция, она уже достаточно подзатянулась. Это великое горе для многих людей, не только для россиян, но и для украинцев, и для других стран. Это очень большой такой политический взрыв. Первая мысль была, знаешь, такая, что мы не имеем права устраивать танцы на костях. Такое было мнение. Так как мы не являемся никакой, по сути, организацией, ни федерацией бодибилдинга, ничего, да. То есть мы не выполняем задачи, поставленные государством, то есть мы выполняем свои какие-то коммерческие амбиции. Поэтому было первое, да, то есть это. Потом мы справились с этим, с внутренним, то есть нашли себе объяснение внутри, пообщались со многими спортсменами, функционерами. То есть мы поменяли свое мнение. Взгляд на это. Взгляд, да, поменяли. Я соглашусь, ведь шли чемпионаты по футболу во время Второй мировой войны. Наоборот, это, мне кажется, это возможность людям жить и видеть какую-то перспективу. Конечно, конечно, то есть с этим справились. Второе, начали вести переговоры с Федерацией бодибилдинга, так как мы так или иначе все вынуждены выступать, проводить мероприятия под эгидой Федерации бодибилдинга России. И вот тут началось самое интересное для нас, то есть это, я не скрою, и всем говорил и буду говорить, что тут, конечно, отзаграли амбиции. То есть весенний сезон 2023 начинается Сиберин пауэр-шоу, чемпионат Санкт-Петербурга, ну я такие более знаковые турниры беру, и чемпионат России, который также планируется провести. Потом чемпионат Москвы и чемпионат России, который также планируется провести в Санкт-Петербург. Да, значит мы выступили с предложением к Александру Вишневскому провести кубок Санкт-Петербурга, а чемпионат Северо-Западу у нас осень, а этот кубок Санкт-Петербурга. Провести кубок Санкт-Петербурга в рамках фестиваля NWPA. То есть мы бы выступили, ну по сути мы бы сделали все. То есть ты бы сделал все красиво, проспонсировал? Все бы проспонсировал, но к сожалению там вот разница между кубком Санкт-Петербурга и чемпионатом России, это одна неделя в Санкт-Петербурге, и нам предложили встать в среду. Вау! Вы, например, в СКК или где? Это на наше усмотрение, но это среда. Это звучит немножечко. Знаешь, как мягко, я прошу прощения, сейчас уберите детей, как мягко послать нахуй. Да, это именно так и произошло. Я не зря начал с того, что тут, конечно же, взыграли амбиции. То есть я для себя абсолютно четко понял, что Федерации бодибилдинга, как минимум Санкт-Петербурга, то есть это человек еще и представляет Федерацию бодибилдинга России, в принципе не нужны подобного рода спонсоры. Ты раздал призовых денег просто немеренно, сколько я помню. Много, прямо. Я просто помню, что были наши сертификаты, и у тебя там они были жирнее, прямо в разы. Слушай, ну, общий призовой фонд составил, вот именно в бодибилдинге мы раздали денег около трех миллионов. Чемпионат России в этот раз, по-моему, будет миллион шестьсот. Так вот, около трех миллионов мы раздали денег, но я тебе хочу заметить еще немаловажный факт, да, то есть мы экспериментировали, и у нас было всего лишь пять номинаций. Пять номинаций, которые, ну, это по сути везде были абсолютки. Мы собирали и планировали собрать, почему у нас достаточно небольшое количество участников было, всего лишь девяносто шесть участников. Поэтому причиной тому стало, что многие категории и номинации просто не были заявлены у нас. То есть в планах было отметить самых лучших, поощрить их денежными призами, чтобы, во-первых, дать оценку их достижениям, потому что они действительно достойны. Тот же вот Артур Широв в слампе, он же в одну калитку просто всех увез, ну, реально. В этот сезон планируют, потому что я давно не видел таких спортсменов. При всем уважении к огромным спортсменам, к тому же Сереге Данилове, да, то есть это, но к нашему сожалению с ним высокорослые спортсмены, то есть это, скажем так, спортсмены до 175 сантиметров, они более качественно... Круглее смотрятся. Да, но покороче фаланги там и все остальное, то есть у кого-то питание получше, ну, в общем, есть свои плюсы, да, то есть это, но я все равно, как тяжелый спортсмен, я все равно буду всегда придерживаться, знаешь, чем больше, тем лучше, не бывает. Это бодибилдинг. Да, это бодибилдинг, то есть, собственно, и раздав вот эти все деньги, я видел эмоции у людей, да, то есть, конечно, мне очень сейчас не по себе от того, что я задал такую высокую планку и не выполнил тех обещаний, которые давал. Да, ребята готовились, они ждали. Я понимаю, я прекрасно, я прекрасно понимаю. Ну, я уже понимаю, что причина не твое нежелание, это нежелание видеть тебя на этой арене. Конечно, я не хочу там ни перед кем, знаешь, это выделываться и все остальное, но могу абсолютно точно сказать, то есть это то бизнес-сообщество, которое я представляю, тот круг людей, который меня окружает, и в том числе я можем себе позволить проведение подобного рода фестивалей, ну, как минимум раз в год, и не переживать за то, что мы ушли в минус. То есть мы знаем, для чего мы это делаем, мы знаем, где мы прессонем в следующий раз. Вот и все. Я абсолютно четко, то есть это под любым, знаешь, где мы готов подписаться. То есть, ну, к сожалению, к сожалению, я на сегодняшний день не нашел взаимопоявления. Последний наш диалог, который состоялся, то это была смс-переписка, мне было предложено, если вы хотите стать спонсором чемпионата, то есть это давайте заранее, чтобы там как-то не получилось в прошлый раз. А, я осенью дал денег, добавил просто, ну, от себя в призовой фонд в Северо-Западе, когда он это делал, я не помню, 100 тысяч, по-моему, мне дали. Ну, в общем, да, ну, 100 тысяч, да. Ну, просто вот желание такое возникло, просто попросил распределить им между там первыми местами. То есть, мы даже согласовывали, каким образом это будет все согласовываться, ну, будет распределяться. То есть, ну, я не могу сказать, да, даже при всем, при том, что сейчас происходит, да, то есть, я не могу сказать, что там Александр Вишневский как-то себя там непорядочно ведет там по отношению ко мне. Он ведет себя ровно настолько, насколько ему, наверное, позволяет внутренняя политика Федерации Бодибилдинга и их внутренние принципы базовые, на которых строится, в принципе, их индустрия, да, вот это их некоммерческая организация. Есть момент, как раз, у них нет индустрии, у них некоммерческая организация. Слушай, ну, ты же понимаешь, когда я говорю... У них нет компетенции, как раз. Когда я говорю про индустрию, я, естественно, это все ставлю в кавычках. Да, это потому что... Обидятся они на меня или не обидятся, мне вообще абсолютно это... Это бизнес. Ты же никого не обижаешь? А? Ты же никого не обижаешь? Нет. Я рассуждаю за свои зрения. Обидится может только сам человек. Он может принять к сведению, он может вырасти, он может стать лучше. Ведь тут не какая-то критика, это же мнение людей, которые что-то добились, реализовали. Да, для меня абсолютно непонятна позиция, в которой человек отказывается от призового фонда. Ну, вот условно, я даже это, я не провожу никакие ивенты, я прихожу, говорю, готов 3 миллиона положить на гонорары спортсменов. Почему неинтересно? Мне интересно спонсировать спортсменов, то есть эти, чтобы они развивались? Слушай, у меня было предложение, ну, ты знаешь, да, структуру 500. Это такое же окружение, да, как там, твои, да, друзья. Ребят много это фично. И я говорю, давайте я возьму на себя функцию рекламного агентства. Я соберу вам тех, кто принесут деньги. Уликается свой бизнес. В свое время я договорился с компанией Pepsi Cola. Но мне не смогли дать коммерческое предложение от Федерации. То есть Pepsi Cola сказала, если вы в течение недели скинете, мы распределим на следующий год вам 6 миллионов. Нам нужно, чтобы 6 девушек в трусах ходили и раздавали напитки. Все, что они хотели. У нас бюджеты космические, фитнес прикольно, у нас есть напитки без сахара. Это было Pepsi Max, по-моему. Типа мы все реализуем. Я пришел, говорю, давайте КПшку. Кто вас смотрит, сколько гостей. Ее не успели сделать. Или не смогли. Или не дали. Поэтому действительно мы же хотели сделать лучше. Я тебе объясню это. Ты же абсолютно четко понимаешь, что такое бизнес. Ты в нем достаточно длительный период времени. Ситуация заключается в том, что любые привлеченные деньги – это дополнительная ответственность. Ты должен за это отвечать. А мы что не просили? Рано или поздно все равно возникнет вопрос. Допустим, уважаемые господа представители Федерации бодибилдинга. А можно нам какую-то скачуху чистить для себя? Потому что мы делаем для вас вот это. И скорее всего и ты, и я мы столкнемся с ответом «нет». Так появился NBC, когда Витю Шамина обиделся на… Давай так, оскорбился. Да, оскорбился. Вряд ли Витю Шамина кто-то может обидеть. Ну да. В общем, даже так. Не смогли договориться, и Витя сказал, не хотите договариваться, я сделаю свое. Хотя могли оставить очень любящего бодибилдинга человека. Ну да. На тот момент он имел как бы и возможности финансовые, когда еще у него по бизнесу было. Все хорошо. Поэтому, поймите, мы предлагаем помощь, не чтобы что-то взять в себе. Мы свое и так возьмем от кармы, от добрых дел. Ну конечно. Ведь у Федерации бодибилдинга… А давай вернемся вот к Витю Шамину, на секундочку. Я у него ставлю стенд на NBC. Ты знаешь, ты человек, наверное, который вообще на всех знаковых событиях в России уже. Это показатель твоей эффективности, твоей работы. Там есть спортсмены. Я же как, я не за Федерации, я за бодибилдинг. Бодибилдинг есть тут, мы здесь. Бодибилдинг есть там, есть здесь. Был бы какой-нибудь крупный еще турнир в другой Федерации. И там бы мы пришли к спортсменам. У бодибилдинга одно имя, да? Это Джо Уэйдер. По сути. А лучше и Денисандов. Я что тебе хотел сказать, то есть это первая моя идея, которая заключалась в проведении вот этого мультиспортивного фестиваля, который я 10 апреля 22 года организовал. То есть вообще, на самом деле, идея вообще не была связана с Федерацией Бодибилдинг и Россией. Вообще, на самом деле, мы хотели поддержать Шамин. Я знаю. Больше. Я знаю. Но, к сожалению, вот проблемы коммуникации, это на себя взял в то время Саня Фанта с Серегой Таранухой. Они ездили предварительно провести переговоры. Возникла проблема коммуникации следующего характера. То есть я думаю, что Витя в тот момент, Витя, я так его называю, как будто мы с ним друзья, то есть это Виктор Шамин в тот момент. В тот момент просто, мне кажется, он даже высказал эту мысль, что не поеду я с NBC в Питер. Там находится штаб-квартира Федерации Бодибилдинга России, это типа такой вот ответ. Не хватило у него, наверное, запала для того, чтобы это. И я бы сделал NBC, потому что, как ты правильно выразился, для меня, не важно название Федерации, для меня важно, чтобы спортсмен, бодибилдер, каковым, и я точно, точно таким же являюсь. Я когда приехал на свои первые соревнования, мне говорят, вы состоите в Федерации. Я говорю, чего? В Федерации? А там, что же, надо где-то состоять. Я вот, я приехал, я выступатель. Плавки есть? У меня плавки есть, я купил там. То есть, понимаешь, да? Оставьте, пожалуйста, пока там, я чуть попозже. Вот. И получается, то есть, вот этот вот дисконнект, который произошел там по ряду причин, не точно так же могли поддержать NBC. И вот мне бы вообще, ну кто бы мне что сказал, да? То есть, я продвигаю спорт, я за здоровый образ жизни. Вот. Я извиняюсь, ну, это... Вот. В подобного рода съемках я могу себе это позволить. Меня постоянно, вот моя команда меня ругает за то, что я на съемках. Я говорю, ну, дайте, ну, Айкос покурю, то есть, на правах рекламы, то есть, ну, вот, хочется мне вот этого. Всю жизнь курю вот такой вот этого. Самое ценное, быть настоящим. Да. Мы не доллар, чтобы каждому нравится. Все нравится. Я очень много кому не нравлюсь. О, там, комментарий откроем. Как ты с этим, это, можно я у тебя чуть-чуть интервью, насколько менять? Как ты с этим боролся? Я когда первый раз, когда я такой снял подкаст, думаю, ну, все, давайте. Все, вот она, слава пришла, я читаю, дондун. Пиздер. Да как так-то? Я ничего не сделал. Слушай, на самом деле, когда-то было неприятно. Это было, наверное, лет пять назад. Но еще раньше, до этого, я написал очень умную фразу. Вася Кузнецов, он говорит, слушай, сначала ненавидят всех, а потом привыкают, а потом начинают любить. Людям проще высказывать негатив. На самом деле, я осознал, что на каждый негативный комментарий примерно 100 людей подумали, что ты молодец. Потому что ко мне еще ни один человек в жизни не подошел на какой-то выставке, там, тот же самый Сиберин, 20 тысяч человек, там, 500-700 фотографий, например, со мной делают, которые выкладывают. Больше еще, которые оставляют люди себе на память. Никто не пришел, не сказал, что я мудак. Ни один человек мне не подошел, слушай, что ты как гондон в золоте весь. Ни один человек не пришел, вот там пишут. А лично ни один не сказал, это прикольно, а можно с вами сфоткаться. Спасибо вам за вашу работу. Ты думаешь, да, этот хейт, это клево, прикинь. То есть человек, который пишет негатив, он посмотрел весь твой ролик, потратил свое время, пишет негатив, потратил свое время, он полностью выбывает вообще из конкурентной борьбы за эту жизнь. Я негативное пишу очень-очень редко. Но всегда есть возможность, я прошу книгу отзывов. Если хорошо обслуживает бортперсонал на самолете, я прошу у них заполнить бланк, написать, что они молодцы. У меня случай, знаешь, какой был это? Мы снимали с Голубочкиным в гнезде глухаря. Туда было приглашено много спортсменов. Вася занимался этим вопросом, он всех на приглашал. Раскачивали, раскачивали, но в итоге хотели сделать реально скандальный выпуск, попробовать, знаешь, без грязи, но так вот, ну поскандалить это, на повышенных поговорить. И там такой... А, Александр Щукин. Ему не понравилось, как я высказал, в его адрес во время съемок. То есть я говорю, а вот Александр Щукин, давайте его так выскажите, задайте вопрос, ну как так, короче, ну. То есть это ему дико не понравилось, и он начал там гадости всякие писать, там что-то про мой интеллект и все прочее. То есть я нашел его номер телефона, позвонил ему и объяснил, говорю, Саша, давай договоримся так, то есть если ты хочешь что-то мне высказать, выскажи мне это в лицо. Ну вопросов нет. То есть я готов в любом месте там поговорить на любые темы, то есть это не проблема. Я говорю, ну зачем ты вот и так, назовем так, чтобы никого не обидеть, не всегда самая высокоинтеллектуальная публика, то есть это находится по ту сторону экрана, которые... И вот они увидят гадость какую-то, и вот давай там вот это вот, ну солить, то есть это, понимаешь? Я говорю, ты даешь им пищу для размышления, то есть... Вектор. Вектор, да. Да, дай им другой вектор, задай что-то типа, а давайте разберемся в проблеме, давайте будем относиться к этому таким образом, чтобы решить в положительной динамике, а не утонуть в говне. Ты же хотел скандальный выпуск. А? Ты же хотел скандальный выпуск. Ты слушай, так он, понимаешь, вот в рамках выпуска скандал это не получилось, кроме того, что он встал и со своим товарищем ушел там во время съемок. То есть это не скандал, это не уважение просто. Ну, не хочешь, да и ладно, то есть это. Вопрос заключается в другом. Хочешь скандалить, вот возьми микрофон, и вот, вот мы, друг напротив друга. И давай выяснять. Потому что там были пацаны, короче, которые задавали крутые вопросы, которые участвовали в диалогах. То есть это все было круто. Старая школа там приехала, Крылов, Зебальд, короче. Там вообще движка какая-то началась там нереально, понимаешь? Потому что люди абсолютно не обремененные вот этой вот гадостью какой-то вот внутри. Им вообще неинтересно уже этим всем заниматься. Не просто. О, Димон, здорово там, голубый. Понимаешь, у нас съемки идут, а они вспоминают, как это настолько было живо и по-настоящему, что аудитория это отметила. И знаешь, вот и все. Зачем? Зачем негатив? То есть, а у нас так или иначе все сводится. Ну, люди этим живут, этим питаются, этого ждут. У них эти грязные разговоры собирают больше просмотров, чем все это такое эффективное и позитивное. Но это же вообще не про спорт. Не про спорт. Обзорщики спорта, которые не занимаются спортом и просто его хейтят, собирают больше просмотров. Вопрос качества этой аудитории, нужна ли она хоть? Мне не нужна, например. Мне недавно один мой друг сказал, слушай, про тебя, говорит, чутки не в каждом выпуске кто-то что-то обязательно скажет. Что я всем сделал? Я говорю, вообще, я этих людей даже лично не знаю. В жизни не пересекался. Но есть нюанс. Какой? Я говорю, ну вот смотри. Запись. У них, говорю, у всех была мечта. Все спортсмены хотели что-то выиграть. Я говорю, выиграл хорошие титулы. Многие спортсмены хотели быть где-нибудь на контракте, для того спорткета хорошего. А у меня свой бренд, который сделал миллиард оборотов. Я говорю, это вообще свой клуб не открыл, потому что нету места хорошего. То есть я все, что сделал плохого, я их мечту, не то что украл, я ее реализовал. Вот поэтому, говорю, меня и не любят. Ну вот, в этом весь, говорю, вопрос. За границей реакция другая. Блин, как сделать там, научи. У нас говорят, ты мудак. Так, вот о чем речь. Возвращаясь к теме Александра Шлеменко. Вообще уникальный человек. Просто уникальный. Мы с ним достаточно уже в таких дружеских отношениях находимся. Также приезжали к нему в Омск, снимали. У него школа, да, сама полностью. У него своя школа, да. Не скажу, что его прям там в Омске тоже все любят. Потому что мы с Василием Кузнецовым совместно этот проект снимали. Поездка в Омск. То есть он такой, он очень, он журналист на очень высоком уровне. Василий Кузнецов. Хотя я помню еще года, когда его просто засирали там. Я вообще думаю, так чего докопались до этого дядьки. Я его не знал? Он еще и режиссер, как все и прочее. Да, то есть у него очень высокая квалификация в данном направлении. И Шторм, Шлеменко, то есть вот эта вот школа, мы с ним переговорили таким образом, что... В чем его собственная уникальность, да? Вот он конкретно за спорт. Мы с ним переговорили, я говорю, Сань, как сделать так, чтобы школа Шторм появилась в Санкт-Петербурге? Считаю, что мы договорились с тобой, Серег. Я даю вам это, права, франшизу, то есть на открытие, условия взаимодействия, естественно, раскрывать не буду. Все, пожалуйста, вы можете абсолютно спокойно использовать мое имя в открытии школы, чем мы, собственно, и занимаемся в ближайшее время. Так или иначе... Как я мое желание на борту? Я хочу понимать, в чем дело. Я качок, который смотрит в сторону единоборств. Я никогда не буду заниматься единоборствами с какой-то целью. Ну, во-первых, уже возраст со спортивной точки зрения не позволит мне выступать или еще что-то. Позориться я не буду выходить, ты же понимаешь. Конечно. Ну, смысла нет никакого. Добиться определенного статуса в обществе и потом выйти получить по тыкве, короче, это, чтобы тебе все сказали, ну, зачем ты туда полезешь. Нет, это, я все равно хочу, это будет и Качковский зал, и ММА. Потому что вот даже у Шлеменко, если я не ошибаюсь, у него там достаточно большой комплекс спортивный, там, велотрек что-то. То есть это не прямо вот школа-школа-шторм, то есть это в составе комплекса. Это помещение, да. Причем я тебе могу сказать, что оно не каких-то там огромных размеров, то есть это не тысячи квадратных метров, да, но все очень это уютно, комфортно и здорово. И, конечно, это как бизнес-идея, она гораздо интереснее, чем просто раздавать призовые фонды, создать школу, в том числе бодибилдинг там организовать, понимаешь, привлечь туда топовых спортсменов, ты понимаешь, к чему я веду, то есть уже создавать индустрию, индустрию, то есть в том числе рекламную. Мы за последние годы получили достаточно серьезный опыт, имея там ряд маркетплейсов, да, мы понимаем уже чуть-чуть и в рекламе, и в продаже продукции и всего прочего. Я понимаю, как это все будет работать. И я всегда про спорт, понимаешь, что я делаю? Ты как, ребята, вообще рассказывал про свой бизнес, про маркетплейсы или публика не знает? Нет, публика не знает. Это не надо. Не надо. Да. Ну, интересная история. Почему мы, опять же, вот про спорт, да, вот, буквально сегодня, я пока сейчас ехал сюда на съемки к тебе, мне позвонили люди, есть интернат, школа-интернат бокса, там до 500 детей, то есть тренируются, в общем, мы каждый, на каждый свой ивент приглашаем детей. В этот раз у нас, значит, из города Кандапога, из Карелии приезжают 25 курсантов, это детские, короче, ВДВшники там, я забыл. Десантуры, ага. Да, то есть это маленькие детки, короче, то есть мы их везем, значит, Димитровградская школа бокса, они также, это, у меня есть там отношения просто с ребятами из Ульяновской области, то есть мы их везем. И вот сегодня я сказал, то есть это 15-го числа, в среду, как только мы будем уже понимать более-менее, как закрывается билетная программа, то есть мы все оставшиеся билеты отдаем всем этим детям. То есть вот сколько мест будет свободных, то есть все могут, вот они все смогут прийти. Это вот, это именно вот этой детской школьной интернату по одной простой причине, то есть почему, потому что мы с ней взаимодействуем, я думаю, что мы будем расти, мы будем взаимодействовать с еще большим количеством школ, учебных заведений и все остальное. И таким образом мы будем расти в количественно качественных показателях именно нашей аудитории. На фестиваль спорта, который в 22-м году прошел, мы привлекали курсантов, то есть это была партнерская программа, в рамках которой, очень интересно на самом деле, я с Кьюциным тоже поделился, я говорю, пользуйтесь, не просите денег просто по партнерке, спонсорскую помощь. Все остальное. Покупайте билеты на мероприятие. Вот мы, у нас один из наших партнеров купил 200 билетов, 100 билетов было куплено университету МВД, 100 билетов к Одесскому корпусу, который вот расположен в Петергофе. У нас 200 человек максимально заряженной аудитории, то есть это там 15-18 лет, они участвовали во всех конкурсах, во всех состязаниях. Все, что проводил Кокляев, они были. А теперь, прикинь, 200 человек постоянно находятся в активном состоянии на любом из происходящих каких-то событий. Это очень круто выглядит. Основная масса все равно приходит посмотреть, все боятся, участвуют где-то еще, стесняются, ну, больше стесняются, не боятся, стесняются выглядеть, ну, не соответствует заявленным требованиям, которые там там же все красивые. Разные? Разные, да, да. Вот мы ввели, у нас эта партнерка называлась «Курсанты в деле». То есть человек абсолютно четко понимает, куда он тратит свои деньги. Это же круто. Вообще круто, понимаешь, карма вот просто вычищается просто на раз. Просто берет, детям покупает билеты. Точно так же я говорю, и мы дальше будем продолжать. По максимуму затягивать детей в спорт. Не могу сказать, что я хочу затягивать детей в бодибилд. Мы все прекрасно понимаем, что развитие бодибилдинга зачастую зависит от качества еды. Слушай, ну, давай будем честными. Я общался очень много с бойцами, да, и ко мне обращаются с вопросами. Бойцы не меньше рассматривают поддержку своего организма. Поэтому важно, кому что нравится. В любом случае, культура. Мы не говорим карма, не можем? Можем. У меня вообще все можно. А, ну, все? У меня вообще можно все. Тогда, короче, лайфхак для Федерации бодибилдинга России. Короче, деньги надо вкладывать в фармацевтику. Необходимо разработать фармакологические препараты, которые гораздо быстрее и качественнее будут создавать форму спортсмена. Как Федерация бодибилдинга может вкладывать деньги, если Федерация бодибилдинга не умеет деньги зарабатывать? Ноль, то ноль нужно, но ноль дает ноль. А люди, которые умеют деньги зарабатывать, приходят в Федерации с помощью, с рекомендациями. Этим партнерам говорят, ребята, вы тут не нужны, мы сами лучше в своем болоте, но зато мы тут главные. Давай тогда, давай тогда прекратим вообще все разговоры про развитие бодибилдинга в России. Ну так. Слушай, ну нет, есть же энтузиасты, которые плюют на все и говорят, а все равно будет бодибилдинг. А все равно бодибилдинг занимается большее количество людей на всей планете. Ведь сколько людей смотрят футбол, сколько им занимаются? Примерно процент. Сколько людей занимаются фитнесом и при этом даже не смотрят соревнования. Это самый массовый вид спорта. И очень многие занимаются на чистую. Но больше фитнес, чем бодибилдинг. Слушай, ну видишь, давай так, просто фитнес без фарма, это бодибилдинг без фарма и получается фитнес. И у нас хорошие фигуры, и хорошее здоровье. И немногие даже претендуют на какие-то габариты. Ну давай так вот, между нами колдунами, да, то есть это, у тебя что, со здоровьем какие-то проблемы? Я пушка. Ну, понимаешь? Ну, как бы, у меня врачи удивляются. Вот, единственная проблема, чтобы стать к бессмонавтам у меня, на меня нет только скафандра. У остальных хоть корм заправлять. Ну реально. Согласен с тобой, потому что я тоже на постоянной основе прохожу медицинские обследования и все остальное. Ну, чтобы ты понимал, это ПКТ для меня, это вообще непонятное для меня вот это вот сочетание букв. Я никогда его не делал, по причине того, что я за месяц после, ну, вот тех курсов, которые я прохожу, я восстанавливаюсь абсолютно спокойно сам. И все. Ну, то есть, ну там, минимальный набор медикаментов, которые там... Которые необходимы. Которые необходимы, так или иначе. Вообще, в принципе, для здорового человека я хочу вот к каждому мужчине в этой стране обратиться. То есть это, займитесь своим здоровьем, не пытайтесь накачать мускулы. Для начала решите те проблемы, которые у вас изначально внутри имеются. Это максимально просто делается. Ну, если там не какой-то запущенный вариант. И весьма дешево, кстати. И весьма дешево. Дешевле, чем потом лечиться. Конечно, конечно. Приведите в порядок свой гормональный фон, и вы увидите качественные изменения в своей жизни. А если модифицировать свой гормональный фон, то вообще изменения в жизни становятся. Ребята, вы нас поймите, мы не пропагандируем. Но мы все равно понимаем, что тот уровень, на котором мы трудимся, выполняем количество задачи, объем работы. Ну, я буду честным. Я бы, возможно, не вывез. Вот в натураже. Я с тобой 100% согласен. Невозможно вывезти, когда ты работаешь, тренируешься. Тяжело. Твоя, ну, конечно, тяжело. Иначе нет смысла. Я с огромным уважением, вне зависимости от поведения, отношусь к Дмитрию Голубочкину. Знаешь, почему? Потому что он всегда говорит правду. Он в некоторых случаях перебарщивает. Он просто думает. Ну да, то есть это... Не факт, что правда, но то, что думает. Искренне. Ну, и он искренне, да, то есть это... И он всегда говорил, то есть если вы считаете, что там бицепс можно накачать средними весами, говорит, ну, идите и занимайтесь фитнесом. То есть это... Бодибилдинг – это совершенно другая стихия, в которой надо реально... То есть это, ну, тут другого слова не подобрать. Реально надо ебашить. Все. Все остальное... Вот, я сейчас вот уже на протяжении последних полгода я занимаюсь физкультурой. Потому что у меня нету... У меня нету цели выступить в ближайшее время. Я понимаю, что... Надо на следующем НВП просто сделать категорию All Stars. И туда готовиться. Ну, туда будем готовиться. И немножко клеву затянуть будем. Пусть готовится. Ну, мне кажется, он за любой, по-моему, за любое движение. Кого угодно, да? Ты понимаешь, что вот это вот на сегодняшний день медийное поле, вот в плане бодибилдинга вообще оно не пахано. То есть ничего в бодибилдинге не происходит, кроме турниров, ну, там, соревнований какие-то. На которые никто не смотрит. Да, то есть... Положай руку на сердце, последние три чемпионата России, только я там был с оператором, все остальные фитнес-блоги вложили болт глубокий на чемпионат России. По-моему, Вася Кутинцева вообще не пускают. Ты понимаешь, в чем дело? А знаешь, я тебе объясню, почему. Я уже достаточно глубоко погрузился в этот вопрос. Гораздо проще, гораздо проще вот на уровне... Вот все прям хвалят Андрея Луценко. Хороший парень. Да, отличный. Хороший парень вообще, то есть это мне интересно его слушать, но это человек, который, ну, по сути является аналитиком и может грамотно строить... Хороший журналист. Причинно-следственные связи выстраивать, журналист очень хороший, да, то есть... Что он в последнее время делает? Он собирает информацию, по сути, в интернете, анализирует ее и очень грамотно преподносит в виде своих выпусков. Красавчик! Он сделал свое имя, он поездил, поснимал, все делал. Сейчас он этого не делает. Ему смысла нету тратить. Почему я это, собственно, веду? На это надо все тратить деньги. Поездки, перелеты, операторы там и все остальное. Ну, я так скажу, такой уровень, как Луценко, его бы Федерация могла бы пригласить и оплатить, потому что его посмотрят в тысячу раз больше людей, чем их трансляцию на странном Гэтбиге, где они рассказывают безумные, знаете, бешеные истории про количество просмотров, которых нет. Вот, как бы, а он бы сделал просмотры. Нет, вот Серега Югай, он бьется же вот это, он сам бьется, я его спрашивал, говорю, что там, как, то есть это человек, который на общественных началах, он очень, он очень крутой вообще парень, очень крутой парень, то есть это вот он на общественном начале, ну, на общественных началах, то есть это он, он же не только в Федерации бодибилдинга, он реально лезет в политику, я ему желаю это, чтобы он достиг своей цели, вот именно, чтобы он где-то был при Комитете спорта, в нормальной структуре, где платят деньги, то есть он его хорошо освещает, то есть, ну, к сожалению, я считаю, что он фанатик своего дела, он просто не на своем месте, совсем, вообще не на своем месте, то есть, это такой вот, вот, как ты правильно назвал, энтузиаст, да, энтузиаст, он вот проживает, вот, к сожалению, то есть это он старается, потому что блоги Федерации, они, они нескончаемы, я понимаю, что... не просматриваемые, это город Санкт-Петербург, сегодня, 15 мая, и погнали вот это. Ну, да, да. Он, короче, он очень добрый, он очень, правда, радужный, он не на своем месте, его труды просто немножечко напрасны. Мы пытались с ним взаимодействовать, то есть это, ну, у него есть барьер, который... Его, чтобы вытянуть оттуда, необходимо ему завтра прийти, сказать, вот, Серега, контракт, завтра ты, с завтрашнего дня, ты будешь получать по 100 тысяч в месяц, короче, теперь ты работаешь с нами. Гарантированно. Потому что он, я уверен, он много раз обжигался, его много куда приглашали, он в свое время даже был очень, очень популярным спортсменом, то есть и достаточно эффективным спортсменом. Но вот эта его, как сказать, неопределенность не дает ему возможности просто собраться и уйти от федерации. Здесь он постоянно в тусовке, в движухе, все остальное. Там где-то как-то что-то намутит. Сейчас мы всем кости перемоем. Да нет, почему? Это же опять, это же не в плохом уровне, что он хороший парень. Но ему нужен либо хороший директор по рекламе, который даст наставление, как делать, чтобы это было эффективно и полезно. Мы рассуждаем с точки зрения, давай так. Как сделать эффективно? Ну, как сделать эффективно, как сделать бизнес. Мы немножечко понимаем в бизнесе, мы умеем зарабатывать деньги, мы знаем, как правильно потратить. Я могу дать совет тому же ЮГА, как правильно себя вести. И мы его привлекали к одному из мероприятий, но, к сожалению, тогда не сошли цены. Поэтому я неоднократно в своих подкастах поднимаю вопрос федерации бодипилдинга. Крайне неудобные вопросы сталкивать. И у меня вот постоянный мой соведущий с огромным уважением отношусь к нему Александр Юрьевич Назаренко. Я его даже один раз в тупик поставил, понимаешь, своими вопросами. Голубочком ко мне приезжал Александр Федоров, Станислав Линдовер, сам Александр Вишневский был у меня на подкасте вместе. Ко мне, наверное, не пойдет. С Андреем Анатольевичем Прокофьевым. То есть мы каждый раз поднимаем один и тот же вопрос. То есть это как сделать, как улучшить федерацию бодипилдинга России для того, чтобы это было престижно, чтобы люди туда шли, чтобы люди выступали, а не относились к этому как. Ну а где еще? Давай к основным темам еще тогда вернемся. Я же вошел во вкус, понимаешь? То есть сначала такая боязнь была вот этого всего. У меня же был вообще основной ведущий был Матвей. И потом мы не сошлись в мировоззрении. То есть он решил покинуть наш проект. Соответственно, я вынужден был самостоятельно переключиться, стать ведущим, когда был предподкаст. А я... Может, так лучше, моя дума? Да, понятно. Просто я всегда там, знаешь, я человек тактичный достаточно. И я всегда извиняюсь, но не судите меня строго. Я не ведущий. И не надо потом писать, если ты не ведущий, нахер тогда туда и не лезь. Да я полезу. Это моя жизнь. А если ты не журналист, не комментируй. Я сам заберусь, лезь мне туда или не лезь. Я имею право в своей жизни даже делать плохой подкаст. Понимаешь? Он рано или поздно... За свои бабки точно. Я за свои бабки. То есть, кого не просил. И, конечно, не ходите, не смотрите. Сейчас, конечно, я уже такой под камеру научился разговаривать, под обвык и все интересно. Поэтому, давай, чего, какие вопросы у вас? Слушай, ты мне ответил, почему не будет. Вот, у меня вопрос такой. А будет ли все-таки еще бодибилдинг такой вот крутой? Ты будешь так открыть и арены большой или все-таки пораньше? Будет однозначно. Смотри, значит, возвращаюсь. Площадка юбилейный практически идеально подходит под мультиспортивный фестиваль. В чем ее плюс? Там две арены. Мы в прошлый раз задействовали одну арену. Соответственно, сейчас, когда мы будем организовывать и проводить второй фестиваль, мы будем задействовать уже две арены. мы функционально это все разделим, чтобы было поудобнее, потому что бои в любом случае это будет неотъемлемым атрибутом нашей, и я это знаю. Я получил... И так же, как вечерняя часть? Только вечерняя часть, конечно. То есть я получил очень хороший отклик. Я понимаю, что там... И эта индустрия на сегодняшний день, она гораздо более востребована, чем бодибилдинг. Я не хочу... Глеба и зрелища? Конечно. Я не хочу расставлять приоритеты, я хочу объять все. Знаешь, за счет боев можно показать интерес бодибилдинг. Ведь бодибилдинг интересен, когда он достаточно быстрый, как сделал ты. Топовые спортсмены, топовые категории, как сделал Денис на своем гранд-шоу вечернем, как сделал Саша Вишневский на Северной Пальмире, куда-то сразу сжимают, 20 топов, бах-бах-бах, полчаса, конечно, с 9 утра до 9 вечера устаешь. А бои это быстро, это ярко, и они могут привести показатель этих... Во-первых, конечно же, я думаю, привлечет людей. Девчонки красивые. Дальше, вроде бы, крутые парни тоже может быть интересно. Смотри, у нас замечательная коллаборация получается. В этом году, 17 марта, на турнире по ММА дебютируют девчонки, которые воспитываются генчаровой. А, они рендер? Да. Да, понимаешь? Ну, тогда же добавим, что они будут в смотках Беласика. Такого же расклада. Все. Отшили одежду. Вот тебе коллаборация, да? То есть, это фитнес-индустрия с ММА промоушеном. То есть, хорошо. То есть, это... Каждому найдется место на нашем фестивале. Красивым девчонкам всегда везде найдется. Приводить к красивым девчонкам мы пристроим их. Конечно, конечно. Так нет. А ты представляешь, это какая мотивация для всех остальных? Да. То есть, помимо того, что ты можешь... Помимо того, что ты выступаешь и круто выглядишь, что самое важное сейчас, это... степень твоего восприятия, как ты оцениваешь человека, это как раньше говорили, встречают по одежке, все остальное сейчас, встречают по твоему внешнему виду. 100%. Да. Если ты круто выглядишь, значит, ты уже, как минимум, успешный человек. Ты самоорганизован. Если ты посещаешь зал, если ты следишь за своим питанием, если ты не употребляешь алкоголь и все остальное, это показывает твой уровень самоорганизации. То есть, и все девочки это... хотят выглядеть круто, мальчики все хотят, но зачастую не знают. То есть... Не хочу просто затрагивать тему, мы далеко уйдем. Это именно тренерского состава, который там присутствует у нас. Это вообще дичь полнейшая. То есть, я неоднократно об этом говорил и буду заявлять. То есть, ребят, выбирайте себе тренеров, которые... Если вы хотите выступать в фитнес-индустрии, в бодибилдинге, выбирайте себе выступающих спортсменов, которые совмещают спорт и тренерскую деятельность. У нас есть неплохие тренера, которые не выступали на сцене. Их мало. Их мало, но все-таки воспитанники у, так скажем, не соревнующихся атлетов тоже были. Но в большинстве своем однозначно. Как минимум, это абсолютно четко... Человек на себе все попробовал. То есть, ну... Он... И хотя бы что-то попробовал. Хотя бы что-то попробовал, да. Не в обиду, конечно, будет сказано тем тренерам. Они все и так все прекрасно знают. Но, ребят, каждый должен заниматься самым делом. Нельзя. Нельзя. Поэтому... Значит, вернемся к фестивалю. Фестиваль, да. Я жду, когда. Когда ребята рассчитывают на 5 миллионов призовых, да? Нет. Мы, если честно, не планировали 5 миллионов сделать. То есть, мы... Мы же просто после нашего фестиваля проводили и беседы со многими. То есть, вот... Как оказалось... Я не сильно разбираюсь в женском бодибилдинге и фитнесе. Оказалось, что топовые спортсменки, такие как там сестры Хачатрян, да? То есть, они абсолютно не попали. Хотя, я был уверен, что они там фитнес-бикини, фитнес-модели. А они, оказывается, уже... Боди-фитнес. Они уже в боди-фитнесе, да? То есть, это... И вот они... Их часто забывают. Уже всех... Девчонок более спортивных качеств, их забывают. Боди-фитнес, боди-билдинг. Я на России решил, вторую главу, в Москве, сделать такой подарок женщинам. И, во-первых, я наградил вообще все категории. Вообще, все категории, которые выступали в чемпионате России и в Москве. Каждый, кто занял фитнес-модели места, получил подарок. Мальчики, девочки, ветераны, скульптурные ветераны. Вообще, всем дали. И особенно мы решили отметить, я не в восторге от женского боди-билдинга. И их вообще всегда забывают. И я принял решение, мы им подарили вообще, у нас были две категории подарков. Мужчинам мы дарили добавки, девушкам одежду. И мы решили, подъеду, они всегда забывают женские. И мы им сделали просто и питание, и одежду. Круто. Девчонки со слезами были. Они обычно получают ничего. Я помню, девчонок со слезами после своего фестиваля, когда она стоит, деньги получают. Во-первых, они все деньги получали на месте. Прямо вот, номинация прошла, ее объявили победительницей, она заходит в специальную комнату, то есть, ну и там такие деньги были для девчонок, то есть, там, 150 тысяч за первый месяц. Где? Где? Ну, я не знаю, Луки Юцина как-то, я просто знаю, он сам лично мне говорил, то есть, они там, они в апреле провели, там, в июле, там, рассчитались до конца, там, совсем. То есть, для меня это, конечно, было новостью, что можно платить потом. Ну, как бы ты... Подожди, Юцина платит, есть два турнира, где не платят вообще потом. Обещаю это, потом пока. Да. То есть, сейчас стоит задача, смотри, следующего характера, то есть, во-первых, ладно, хер с ним мы просрали, там, в силу, там, амбиции, недопонимания с федерацией, все остальное, весенний сезон, то есть, я приношу свои искренние извинения перед спортсменами, которые на нас рассчитывали, ну, вот, к сожалению, так произошло. Топчики, если что, претензии не сюда. Ну, даже, даже если сюда, то... Не все, да. Сейчас, мы хотим более качественно подойти к разработке вообще концепции фестиваля, раз, потому как нет предела совершенства. Вот я сейчас смотрю, Денис Кьюцин, в том числе, начинает использовать некоторые там фишки, которые были у нас, и я тебе могу сказать, даже он спрашивал вас, конечно, можно. Мы делаем с тобой... А я тебе скажу, фитнес-косплей, я им предлагал делать, что в 20-м году, он не собрался. Я на самом деле сначала тоже очень скептически к этому отнесся, думаю, потом я смотрел вообще... Это было топово. Это было топово. Это было очень... Знаешь, я отмечу, не только то, что вы это решили сделать, я передам привет ребятам, вы, наверное, посмотрите, что они писали, благодарили за видео, потому что блогеров не было, говорят, ребята, ваш курс подготовки костюмов соответствовал уровню турниров. Это просто реально выглядело очень-очень здорово. Потому что, если бы они сделали, как ты знаешь, халтурно, это казалось бы, знаешь, дворовым. А был уровень просто космоса. То есть, ну, прям, ребята, это вот так. Я бы вообще все бы переодел спортсмен. Это было шоу. Это, вот реально, нам это, в бодибилдинге не хватает шоу. Мы добавили эту иллюминацию, и она очень круто взглядела. То есть, мы сейчас более качественно, еще раз повторюсь, это подойдем к разработке именно концепции проведения мультиспортивного фестиваля, привлечения медийных личностей. Я хочу, понимаешь, мультиспортивный фестиваль должен, туда должны приехать все. Понимаешь, вот все должны приехать. Вот так же, как приехал к нам Кирилл Сарычев, так же, как приехал Голубочкин, и там еще очень-очень много разных медийных личностей было именно в спорте. заранее со всеми все проговорить. Заранее определить их роль в этом всем мероприятии. Не просто приехать, лицом посвятить, то есть, это как-то, они должны какую-то функциональную нагрузку так и иначе нести. Все. И только после этого еще раз выйти с предложением к Александру Мишневскому о совместном развитии бодибилдинга. В том числе, если он нас не услышит, тогда я боюсь предположить. А я знаю, что у Дениса было предложение. Денис, прости, если я что-нибудь путаю, но, по-моему, Денис хотел, чтобы сделали на Сибириан разрешение официальное, чтобы на Сибириан приезжали ребята из НПС, чтобы сравнить уровень спортсменов, чтобы сделать дополнительную движуху. Представь, то есть Федерация против федерации в одном месте. Это было тоже ярко и интересно. Повысило по интересу точечно к турниру и количеству просмотров и вот к этому ивенту. Было бы круто. А я разговаривал с Александром Мишневским на эту тему, он уже вам категорично ответил нет. Это не допустимо. Не допустимо. Там не православный бериодик какой-то? Я не знаю. Я не знаю. То есть, это не было аргументации, но это не допустимо. Это невозможно. Это противоречит базовым, еще раз говорю, базовым принципам Федерации Глади Белунгера. Мне кажется, было бы покайфов. Ну, прям интересно. Я не могу сказать, что... Ну, давай так. Опять же, не вибидо будет скажем, тем спортсменам там уровень, наверное, чуть-чуть похуже. Но с каждым годом там появляется все больше и больше спортсменов, которые могут дать огня и пороху то есть, это и действующим чемпионам уже Федерации. Да. Есть. Есть. Знаешь почему? Не потому, что Федерация по-другому называется, потому что пацаны-то качаются. Качаются. А вибридонтаревы? Конечно. Развиваются те же железяки поднимаются. То есть, это... И точно так же стремятся получить там призовой фонд, там часть призового фонда. Вот в чем дело. Если все будет вот так, то мы будем иметь чемпионат Санкт-Петербурга, чемпионат Москвы и Россию. Вы что, хорош в уровне? Я бы еще Урал отметил. Я тебе скажу, на Урале, в Екатеринбурге очень хорошие будет люди. Почему не привел как пример, потому что не был не могу. Не был. Прям, я скажу, вообще Урал в целом. Они же объединяются, у них там очень много городов подрядом. Пермь, Челябинск, Екатеринбург. Имеешь ввиду федерации городов. Вот эти городов и у них совместные турниры, они друг к другу все время ездят, они не рядышком, они очень близко там находятся эти города. И Урал очень сильный показывает бодибилдинг. Очень сильный. Скажи, Ангелия Краснодарская школа в том числе, отмечу, Самсон как турнир. Просто сейчас доехать тяжело из-за того, что самолеты не летают. Но в целом, скажу, что школы хорошие, но опять же возьмем Самсон, призовой фонд. 600 тысяч рублей там, по-моему, что-то такое было. Ну, до миллион на 20 категорий. Ну, то есть, естественно, спортсмену внутреннюю он понимает, что медалька. А тут я уже только сначала. Надо взять, написать Аэрофлоту, крупным банкам. Ребята, предлагаем вам федеральную рекламу на всех турнирах разом. Это не обсуждается с местными президентами наших региональных федераций. Господа, вы не обижайтесь, что ряд из вас с топнут башмака не должны даже иметь права голоса. Кто у вас рекламируется и как? Найти федерального гиганта. Блин, Газпром на распоянии населения. Достучились вы до Газпрома. Дали бы, дала бы мне федеральная задачу, я бы достучался до отдела маркетинга и взял бы у них мультов 30-40 на всю Россию. Распределили бы по самым крупным миллионникам. Вот вам призовые. Дело-то не хитрое. Просто я лично, знаешь, почему не хочу это делать? Я пойду сделаю, только потом молодец будет другой человек. А другой человек даже мне не позвонил с вопросом, а вы нам поможете, проспортируете. У меня мой менеджмент связывается там, с ребятами на местах. Хотя я-то готов пообщаться. Все, один федеральный гигант, он закроет кучу вопросов, а ты будешь делаешь. Ну, причем для них этот бюджет типа, что там? Это копейки. Это копейки. Я согласен. Вот я бы спросил, сколько ребят в раз к ним обращались? Ну, скажите мне, сколько вы письма отправили гигантов? А я скажу, что топ-менеджмент многих гигантов ходят в залы. Ко мне подходят, часто я бываю в Москве, такие люди с благодарностью за бандемиодин, за вклад. А потом, я там-то работаю, ты стоишь, а челюсть чуть-чуть такая вниз езжает. Думаешь, ну, как вот эти люди, они любят этот спорт. Они его смотрят. Они на спортсменов ваших подписаны еще. Им никто не говорил, что можно поддержать. Они сами об этом и не думают. Да нет, может быть и думают, просто цели совершенно другие преследуются. Не знаю, не знаю. Моя попытка была, я считаю, что очень хорошая. То есть, и первая, и вторая. почему отказались? Ну, давай просто вот предположим, почему нельзя было просто-напросто назвать вот кубок Санкт-Петербурга и префикс добавить в Минзепар. все. Мне больше ничего не надо было. Вот тебе 3 миллиона на ровном месте. Плюс я беру на себя аренду площадки. А можно еще было проще сделать? Вот тебе кубок Санкт-Петербурга как именно соревновательная часть от Минзепарта. А есть вечерняя Северная Пальмира. На Северной Пальмире прям можно вручить кубок НВП. Прям вот быка вот такого из бронзы отлить, чтобы его только за сдать был по миллиону стоил. Какие вопросы? И все. Овцы целы. Волки сыты. Все счастливы. Где? На Северной Пальмире можно отдельные медали даже выдавать наполнительно. Соревновательная часть чемпионата проходит в первой половине. Ну все можно. Я предлагаю просто... Надо не рубить с горяча. Можно поговорить больше, чем 3 минуты. Не от всего отказываться. Ну и если мы с ним переписываться с достаточно уважаемыми людьми. На мой взгляд, по крайней мере. Ну... Соглашусь. Да, это было... Это было, конечно, так. В некоторые моменты там смешно, знаешь. Ну то есть попытки дозвониться, когда не могут обмечаться успехом. От встречи со мной всеми способами отказываются. Существующими. И по бредам ты всегда поддерживаешь. Да. Но как ведутся переговоры у меня не, так скажем, не с основным лицом. с нашей федерацией. А с теми людьми, кто хотят, чтобы я помог, чтобы я поприсутствовал, они прикладывают к этому все свои усилия. Вот. Слушай, мне надо... Вот там Паша Яршов скажет. Паша Яршов, да, получается так, что он очень сильно топится в бодибилдинг, и он понимает, что мы делаем вклады серьезные. И вот он очень так политично старается выровать ситуацию, чтобы как бы я там пришел... Как ты смотришь на то, чтобы вот отдельно создать именно индустрию, скажем так, не внутри федерации, но внутри бодибилдинга, внутри бодибилдинга, и взять все вот эти вот функции просто на коммерческой основе, на себя или там вместе со мной. Ну смотри, есть промоушен, вот на примере промоушена, допустим, вот Анатолий Сульянов, правильно, как он его назвал? Анатолий Сульянов. Он при наличии финансовой поддержки, то есть вот букмекеры, да, по-моему, там это спонсируют, он же смог выстроить индустрию, медийную индустрию, смотри, то есть это... И он не является членом федерации, там, на борт? У него попом и мы. Да не знаю. Это не важно, понимаешь? Но суть в том, что это все действующие спортсмены, поп-ммм, топ-ммм, там, кого угодно, все хотят с ним сотрудничать по причине того, что там очень круто раскачаны медийные составляющие, там есть деньги, там можно за деньги драться, не за пять тысяч рублей, как в некоторых промоушенах Санкт-Петербурга и заявлять о себе, что они там, блядь, мега-крутые, понимаешь, то есть это... Это к слову о том, что там те же самые бойцы, которые там дерутся в других промоушенах и там дерутся за пять, за десять тысяч рублей, у меня они дерутся за пятьдесят, за сто тысяч, понимаешь? То есть, ну, ну, потому что, наверное, у меня есть возможность пацанам, которые там подставляют лица друг к другу, то есть, заплатить. на выгоды зуб хватит хотя бы. И, как минимум, то есть, он будет понимать, что это его рекорд, который будет составлять, будет состоять из его победы плюс финансовой помощи, он будет оправдан. А за пять тысяч рублей себе рекорды набивать, то есть, ну, так себе, не очень мне нравится. Поэтому у нас идея была, мы ее обсуждали с Александром Федоровым, мы ее обсуждали с Назаренко, я много с кем ее обсуждал, то есть, и, к сожалению, эти люди, они могут так или иначе выступать в роли экспертов, их мнение достаточно авторитетно в этом, то есть, но у них абсолютно нету вот этой вот хватки жутки, которые вот именно с точки зрения бизнеса. Я тебе скажу, что я в любом случае буду заниматься и продвигать вот эту историю, нравится это кому-то или не нравится, индустрию, медиа-индустрию вокруг бодибилдов, вокруг ивентов, связанных с фитнесом, я буду строить в любом случае, потому что я вижу в этом особого рода потенциал именно с рекламной точки зрения. То есть, у нас есть достаточно серьезный проект, который в ближайшее время заработает, это B2B2FORMAL, которая объединяет в себе и бизнес-сообщество, которое помогает взаимодействовать со своими поисковиками, со своими там криптобанками, со всеми вот отдельными историями, то есть, мы абсолютно четко понимаем, как это работает, и мы на практике это уже все откатали. Что самое интересное, на практике это, у меня достаточно большая команда айтишников, которые вот это работают, они приходят сидеть, говорят, надо вот это сделать. Я говорю, так, я человек результатов, то есть, меня не интересуют амбициозные проекты, которые основаны на ваших умозаключениях, это все может не взлететь. Идей много, да? То есть, это реализация, как всегда, может привести просто к потере денег. Я говорю, все, берем, давайте проект, давайте на конкретном примере, то есть, фитнес, берем, короче, сколько надо денег вложить, и что из этого мы получаем, выклад, То есть, это, мы вышли, вот с первого же мы выходим в ноль, понимаешь, что я смотрю, круто, круто, но я смотрю, аудиторию это, публика не так, мы проводили это за годом, в Барнхаус Плейс, то есть, я понимаю, чтобы этот проект работал, он должен в Питере работать на Крестовском острове. Конечно, логистика очень важна, в проведении мероприятия. Бартрисотлетия, Крестовский, то есть, то место, до куда можно добраться, добраться, и все, то есть, все, тот же самый формат, то есть, мы берем дальше, это, у меня есть постоянные партнеры, которые, такие же, такие же, как я, просто приходят, Ксения, сколько надо денег? Я говорю, по сути, то есть, хочешь участвовать, хочу быть причастным, 50 тысяч рублей в месяц, и все, и все, больше не надо, потому что у меня таких 10, и все, вот это, вот это вот все, мы провели, великолепный, ивент, то есть, мы пригласили действующих функционеров, спортсменов, каждому там чуть-чуть денежек заплатили за их участие, почитали семинары, провели мастер-классы, тренировки, и все остальное, то есть, все довольны, все на этом, получили положительные эмоции, заработали чуть-чуть денег, и прорекламировались, и прорекламировались, прорекламировались, то есть, учитывая, вот, возвращаясь к этой B2B-платформе, то есть, это, сейчас вот это популярно, называем, метавселенная, это огромное количество, то есть, за нас работают наши интернет-ресурсы, наши сайты, то есть, вот, их там порядка тысячи, и каждый из них, друг друга рекламирует, то есть, они двигаются, и абсолютно четко мы понимаем, что это ведет, именно к качественному улучшению бизнеса, все, понимаешь, вот на этих базовых, на вот этой базовой основе, которую мы разработали, то есть, я точно так же хочу сделать индустрию, вокруг бодибиодового. Я уже название ролику придумал, 3B, бизнес, бабки, бодибиодовый. Это круто, видишь, ты тоже очень креативный, видишь, я тоже очень креативный, директором по маркетингу, да, конечно, поэтому у тебя в бизнесе все получается, ты не стандартно мыслишь, понимаешь, ты можешь в любом увидеть бабки, в любом увидеть этот креатив, все, это круто. Касательно создания нового, мне часто об этом говорят, очень многие ребята пишут, мне когда были выборы президента Петербурга, ребята писали, почему ты баллотируешься, ну, в первую очередь, я не баллотировался, потому что я не знал про эти выборы, выборы бодибиодового всегда скрывают, а во-вторых, я очень боюсь, создавая новое, разрушить шаткое настоящее, ведь федерация бодибиодового, на самом деле, на ней есть огромные плюсы, это 70-84 федерации региональных, это очень большая старая история, хотелось бы, знаешь, не прийти, вот такие, мы тут красавчики, мы наведем как бы шорох, а прийти, ну, ребята, давайте мы все, что есть, мы это просто укрепим, мы это сделаем лучше, мы дадим свои компетенции, ведь нам же ничего не надо отжать, у нас все есть, божество отжали, вот, и мы просто можем сделать лучше, хотите быть своими президентами федерации, да будьте, нам-то что, я не хочу в пиджаке, неудобно, жарко, нашивку нужно приделывать, некрасивая, мы много чего сегодня обсудили, мне, скажу вам честно, ребята, так по кайфу самому, я радуюсь, вам понравится, поставьте палец вверх, напишите, что мы балбесы, а может, вы даже молодцы, а может, еще вы подумаете, возможно, у вас есть очень хорошие идеи, часто проскакивают, касательно развития спорта, смешных единоборств, бодибюдинга, коллабораций, разных направлений спорта, которые происходили, да, на турнире НВП, там было все, пауэрлифтинг, армлифтинг, подъем на бицц, по-моему, на силу удара было, то есть, было все, очень интересно, ярко, вернее, найдите ролик, вот ссылочку внизу прикрепим, то есть, было очень круто, и все спортсмены очень дружны, многие ради прикола шли в соседний стенд, попробовать свои силы, это, это ярко, поэтому ваше мнение, оно ценное, это прямая связь с теми, кто действительно любит то, чем мы все занимаемся. Я хочу выразить благодарность тебе за труд, который приложен, за ту любовь, которая есть к спорту, не под пыткой паразитировать на спорте, а именно отдавать, потому что меня скудеет рука дающего, я действительно работаю, многие могут посмеяться, а работаю. Ты как об этом думаешь? То, что воздается, 100 баллов вообще, просто, я тебе могу сказать, все в этой жизни возвращается, бывало, что и поступки в жизни совершал, которые, сам себя за них корю, за все ответил. И точно так же это и с точки зрения финансов работы. То есть, я сегодня потратил 10 миллионов, там, 15 миллионов, провел фестиваль, я познакомился с достаточно большим количеством успешных людей, которые понимают в бизнесе, приобрел для себя новые, новые движения, контракты, отбил эти деньги, заработал новые деньги для поведения новых фестивалей. Да и в конце концов, я с тобой познакомился, понимаешь? Я тебя точно так же, как и всех остальных, смотрел в YouTube. То есть, для меня, с точки зрения, там, удовлетворения своих амбиций, как пацана, как мужика, да, то есть, это тоже очень ценно. То есть, я вижу людей, которые в этой жизни добиваются, точно так же, как и я добиваются. Я вижу, что есть направления, в которых я могу качественно точно так же расти. И для меня абсолютно понятно, что расти лучше вместе, понимаешь? И я надеюсь, что вот у нас с тобой получится очень хорошая коллаборация. Я хочу, чтобы и аудитория, которая нас увидит, может быть, я дам вам сейчас всем совет, то есть, живите так, чтобы не подпускайте к себе людей, которым от вас что-то надо, потому что это всегда потребительское отношение. Но при этом, при этом тянитесь к тем людям, которые чего-то в этой жизни добились, таким образом, не просите ни у кого ничего, предлагайте, предлагайте и совместно реализовывайте. Вот это путь к успеху. Я это неоднократно уже на практике проверил. Вот руку на отсечении. Да. Так и есть. Вот такое вот у нас получилось интервью. Первое. Да. Первое. Мы обязательно с вами увидимся уже на канале НВПА. Может, у нас так же будет сценарий, а не желание просто поговорить с другом. Но, еще раз скажу, очень круто работает, когда ты честный и искренний. Возможно, ты получаешь небольшой пидбэк в виде тех, кому не нравится искренность, зато сам кайфуешь. У меня будет пожелание. Добейтесь такого состояния своей жизни, не про финансы даже, а просто уверенности в своих словах, гармонии с собой, чтобы вам было в определенной мере не так принципиально чужое мнение о вам. Чтобы вы перед собой были честны, в первую очередь, перед своими близкими, перед своими детьми и вот своим утренним судей. А кто там что подумает, это уже его личное дело. Да. Занимайтесь спортом, дружите, любите, будьте счастливы. Всем пока. Палец вверх. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.